الحمد لله رب العالمين اللهم الصلاة على سيدينا محمد وعلى سيدينا محمد السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته печаль тяжелое состояние скука на душе одиночество сломленное состояние вот это вот состояние оно бывает в шариате либо приветствуемым либо порицаемым либо хорошо быть в таком состоянии либо не хорошо бы таком состоянии вот у праведных предшественников это состояние сопровождалось благом для праведных предшественников и для праведников нынешнего времени печальное состояние оно приветствуется а для людей которые не боятся всевышнего Аллаха у которых слабая религия, для них печальное состояние – это нехорошо. Поэтому надо стараться, чтобы мы не были печальными, стараться нужно. Чтобы мы надежду не теряли на милость Всевышнего Аллаха, а это будет зависеть от того, насколько мы мало грехов совершаем. Чем больше мы будем грехов совершать, тем больше мы будем печалиться из-за каких-то проблем. Почему для праведных людей это хорошее состояние? Потому что чем больше они печалятся, тем больше они радуются. С одной стороны печаль, с другой стороны довольство предопределением Всевышнего Аллаха. Они понимают, что более всех печальными были за всю историю человечества, пророки Всевышнего Аллаха, это их доля. Но эта печаль, она была подкована довольством предопределения Всевышнего Аллаха. Вот самый главный момент. Если человек печальный, и он ноет, он жалуется, он всем свою проблему рассказывает, он кадаром Аллаха не согласен, от этой печали пользы не бывает. Вот даже пророк, саллиллаху алейху ассалям, говорит, что человек, который умер на чужбине, не у себя на родине, этот человек умирает шахидом. В судный день с него спроса не будет, а то, что он себя неправильно вел. Просто человек умер за пределами своей родины. Почему? Потому что Аллах в хадису Худус говорит, «Я рядом с теми, чьи сердца разбились из-за меня», так говорит Всевышний. Из-за того, что Всевышний Аллах их испытал, этих рабов, и их сердца были опечаленными, они были в разбитом состоянии, но они говорили, «О Аллах, мы достойно принимаем Твое предопределение, мы рады Тебя, готовы в таком разбитом состоянии быть». Вот я с ними рядом нахожусь, говорит хадису Худусу Всевышний Аллах. Это почему человек, который умер на чужбине, умирает шахидом. Потому что человек, который умер у себя на родине, рядом со своими близкими, умирающий человек, у него бывает надежда на своих близких, на их заботу. А тот, который умер вдали от своих близких, от своей родины, у него бывает одиночество такое. Ему не на кого полагаться, кроме как на Всевышнего Аллаха. И насколько он полагался на Всевышнего Аллаха в момент его смерти, настолько была милость Всевышнего Аллаха рядом с этим человеком. Поэтому, где бы мы ни находились, в первую очередь, смотря на наш уровень, на наш слабый уровень, нам нужно постараться поменьше грешить. Почему? Потому что, понимая, что у нас нет состояния, чтобы не противиться предопределению Всевышнего Аллаха, мы не можем спокойно все это перенести. У нас все время будет, о, если бы я так сделал, вот так же было бы. А пророк Салалу Али-Ассалям говорит, слово ляу, о, если бы, оно открывает врата шейтана. Вот если человек, он думает, о, если бы я так сделал, это однозначно, это от шейтана он сейчас разговаривает. Им шейтан манипулирует. Вот. В первую очередь, меньше грехов совершать, зная, что мы не в состоянии эту печаль выдержать. Но если вдруг, вот, получилось, что мы опечалились, вспомнить тот хадис, он, кудус, где Аллах говорит, я рядом с теми, имеется в виду не просто рядом с сам Аллах, своей милостью, я рядом с теми, чьи сердца разбились из-за меня, ради меня. Дай Аллах, чтобы мы везде находили покой и в печали, и в радостных днях, чтобы мы были, как Пророк Сар-Лау Алиусалим сказал, какое благое положение у верующего человека, когда его что-то хорошее касается, он шок проделает, когда его какая-то беда касается, он соброделает. И там он получает вознаграждение, и там он вознаграждение получает. Аль-Хамду Лляхи Абдилляхи.